преподобный порфирий пророк нашего времени однажды мы поехали вместе с братом моим димитрием на святую гору и посетили келью панагуда мы взяли лукум из мешочка у калитки запили водой и вошли во двор как только мы сели на расставленные во дворе пни старец поиси вышел из кельи и мы взяли у него благословение потом он сразу присел на пенёк рядом с нами тогда я расхрабрился и сказал своему брату димитрий смотри-ка словно христос посреди двух разбойников но что ты тут такое говоришь самолетчик сказал мне старец но я не самолетчик старче я не летают да да ну а где работаешь то в авиации значит самолетчик у кого исповедуешься у нас отец порфирий но вы даете от отца порфирий пришли ко мне но что я вам скажу а знаешь ли ты кто такого отец порфирий я хорошо его знаю рядом с ним постоянно рядом с ним но ничего ты не знаешь ты даже не представляешь масштаб его премудрости видишь там внизу море возьми ведро и пойди-ка вычерпа его убывает вода так и премудрость порфирия бездонное море и действительно ведь я прожил рядом со старцем почти 15 лет но за рутиной повседневностью не смог осознать тот масштаб божественного просвещения которым он обладал когда старец нас покинул только тогда мы поняли какого сокровища лишились мы ездили и к старцу иакову целитесь у на эвбею едва увидев нас он спросил откуда путь держите из афин от отца порфирия и что вы тогда у меня тут делаете вас исповедует сам отец порфирий а вы приехали сюда ну-ка поднимайтесь и давайте отсюда он осенил крестным знамением наших детей и весь сияя от радости выгнал нас как-то раз я пришел к старцу вместе с одним своим родственником который в разговоре начал бронить секту свидетелей и иеговы а старец возразил не надо не бронись эти люди упали в заблуждение когда-нибудь быть может и они вернутся к истине но вы никогда не общайтесь с ними сколько возможно избегайте их вот старостильники очень верующие люди заварилась каша с новым стилем и они ушли в раскол после революции в россии много русских эмигрировала в грецию и объединилась с ними у них нельзя исповедаться поскольку никто не знает у кого из них есть священство у кого нет многие из них не имеют священнического посвящения а без священство не может быть действительным не таинство исповеди не крещение и все остальные таинства старостильники намного более верующие чем мы но от их священников держитесь подальше старец давал нам советы о воспитании детей и о таинстве божественного причащения константин в великий пост избегайте супружеского общения и приобщайтесь ко святому христову причащению все вместе каждое воскресенье сначала пусть приступают дети затем супруга а ты последним в конце после великого поста причащайтесь каждые 15 дней к старцу очень часто приходил преснопамятный митрополит кефалинийский владыка прокопий он же совершил пострых его сестры монахини порфирии старец его очень любил потому что он был очень добродетельным и поддерживал его когда на него клеветали и подвергали несправедливым гонением метрополии после 1982 года он жил в своем доме на улице неофита и я много раз его там навещал старец попросил меня чтобы я приносил ему еду но он отказался принимать такую помощь несмотря на то что зарплату ему платить перестали и жил он проголодь также старцу приходил и господин стилиан министр национального образования и религии от партии пасок он всегда приходил вечером однажды вечером я сидел в келье у старца мы разговаривали внезапно старец прервал нашу беседу и сказал выйди пока константин потому что скоро придет человек и мы должны с ним поговорить и действительно через пять минут он пришел и мы сразу пропустили его в келью к старцу также я помню что приближались выборы и как он сказал мне тогда победит папа андреу со своей гусарской саблей на перевес потому что народ поведется за ним так и случилось как-то раз к старцу пришла одна женщина и сказала старче я боюсь на все продукты поставили три шестерки антихрист грядет глупенько оставьте эти шестерки ты веришь во христа и любишь его если любишь господа то бояться нечего живи спокойно и покупай продукты постарайтесь возлюбить господа и не думайте пока обо всем этом возлюбите господа и оставьте ему простор распутать этот клубок злоключений старец прогонял от нас этот животный страх и постоянно подталкивал наше внимание к теме христовой любви тем не менее в один из дней когда мы были одни он сказал мне придет время когда будешь прятать фасоль у себя в кладовке потому что для греции настанут черные дни со мной ничего подобного пока что не происходило я думаю что нас ждут еще более тяжелые времена помню одно очень холодное утро когда я проснулся на рассвете и поехал к старцу пока я вел машину мне приходили очень странные мысли вроде зачем тебе ехать к нему зачем ты спешишь ни свет ни заря к этому бесноватому старику что-то там забыл когда я доехал старец уже ждал меня сидя снаружи на скамеечке и завидел меня воскликнул ну-ка константин иди-ка сюда иди сюда положи голову мне на колено как только я склонил голову он начал меня осенять крестным знамением и сразу же исчезла эта буря помыслов я начал успокаиваться и хотя я еще ничего ему не рассказывал он сказал мне все то о чем ты думал когда ехал на машине сюда о дьявольском старикашки все это было не твое тогда я понял чем дело дьявол нападал на меня о мыслах называя старца бесноватым стариком то есть называя белое черным чтобы помешать моим встречам со старцем сколько раз дьявол не нападал на нас и не одолевал а мы ничего этого не осознаем старец говорил и в афинах живут святые люди но в афинах одному бесенку удается одолевать сразу множество людей а на святой горе собираются целые легионы полчища демонов чтобы биться с монахами как-то раз когда я трудился в монастыре у меня возникло сильное разногласие с людьми которые нам помогали тогда в работах сам не понимая в чем дело я разгневался и ушел раздраженный ничего не сказал старцу тогда племянница старца нынешняя игумене феврония пришла к нему опечаленная сказала костас все бросил и ушел он нам помогал что мы теперь будем делать с мозаиками оставьте его в покое сейчас он отдохнет и через два дня возвратиться несмотря на то что мы не созванивались через два дня я успокоился вернулся когда я зашел к нему в келью он принялся осенять меня крестным знамением так что и последние помыслы которые меня донимали рассеялись вот так бывало что меня лукавый одолевал в один из вечеров он позвонил мне и позвал на прогулку мы сели в машину и отправились в одной из селений аробского района там располагались два огромных механизма качающие воду и скважины и посылающие ее в канал организации водоснабжения столицы которая потом осуществляла снабжение марафона старец пришел к ним в управление и сказал вода которую вы качаете находится на 50 метров ниже уровня моря очень хорошая вода это вода лучше чем из лутраки откуда батюшка ты это знаешь спросил с некоторой иронии служащий а разве вас это волнует так это или нет знаете что туда куда вы посылаете воду в вода портится потому что это вода очень хорошая а вы ее превращаете в соду старец поведал этому служащему и многое другое так что он от удивления все это время много раз осенял себя крестным знамением когда мы уходили оттуда уже стемнело и он показал мне вдалеке одиноко стоящий дом в котором горел свет вот у них нет государственного энергоснабжения у них работает собственный генератор там живут грешные люди сейчас они собрались и предаются блудодеяниям не хочу чтобы мы проезжали рядом с ними давай поедем по другой дороге мы сделали небольшой крюк а старец в это время осенял крестным знамением в сторону того дома он не осуждал их только помолился чтобы они избавились от блудного демона старец творил крестное знамение и изгонял зло в то время когда строился монастырь иногда приходил один злонравный полевой сторож и угрожал старцу связи с одним маленьким участком монастыря при этом старец всегда молчал и ничего не говорил в ответ и я однажды спросил его что будем делать старче с этим забудь о нем через два года закончится его земная жизнь и он оставит нас в покое а сейчас пусть ругается на нас если так этого хочет не знаю чему были его угрозы но через два года он действительно умер хоть и не был пожилым человеком в 1988 или 1989 году случился большой пожар на территории от города аропа до авлона огонь дошел даже до маврсувалы и сгорела одна маленькая деревянная церковь старец вышел на террасу монастыря и перекрестил направление в сторону пожара приговаривая достаточно ты уже спалил в то время как пожар продвигался и в сторону калама внезапно подул ветер противоположном направлении и обратил продвижение пламени вспять в сторону уже сгоревшего участка и там поскольку уже нечему было гореть пожар прекратился однажды рано утром когда мы только проснулись зазвонил телефон мы недоумевали кто может звонить нам в такую рань как только мы подняли трубку раздался голос старца и он спросил как поживаете дети мои хорошо старче хорошо ну-ка поставь градусник старшему сыну потому что он жарится от высокой температуры и действительно оказалось что у него была температура 40 градусов а мы ничего не знали как-то раз когда мы разговаривали он сказал мне ты каждое утро можешь принимать аспирин у тебя сильный желудок все выдержит не спрашивая зачем это нужно с тех пор я принимал на протяжении многих лет каждое утро по одной таблетки аспирина когда у меня возникли проблемы с сердцем и мне установили электронный кардиостимулятор доктор спросил меня какие лекарства ты принимал до этого времени только по таблетки аспирина каждое утро молодчина этот аспирин спасал тебя все эти годы от гарантированного инфаркта в другой раз старец сказал мне смотрю у тебя сахар повышен не употребляю пищу то-то и то-то я сходил на обследование и врачи мне сказали в точности то же самое оказывается у меня был диабет а я и не знал об этом однажды к старцу пришли профессора медицины из университета и обсуждали разные медицинские вопросы помню как они смотрели на него с большим изумлением потому что бог просвещал его и он говорил с ними о будущем медицинской науки используя соответствующую терминологию он говорил с ними о методах и способах лечения которые еще не применяли и были совершенно неизвестны например он говорил об удалении камня в почках методом лапароскопии кто-то из присутствующих возразил услышанному о чем вы говорите об этом нигде не написано скоро это все будет и вы убедитесь в этом воочию об этом напишут и вы будете читать делайте то что я вам говорю потому что все так и есть на самом деле как-то раз я смотрел на него когда он ел жидкое питание куда уже были добавлены его лекарства казалось что он есть это с удовольствием и я подумал о похоже что еда хорошая и вкусная ну-ка попробую как хороша эта еда попробуй старец увидел мою мысль я попробовал одну ложку и удивился как он мог это есть поскольку еда была очень горькая в другой раз он сказал мне отдавайте предпочтение и подсолнечному маслу потому что в нем мало ненасыщенных жиров помню старца каким он был всегда умиротворенным и радостным последние годы я помогал ему обуваться надевать кофту рясу а он говорил мне при этом то что я тебе говорю дитя мое константин и о том что ты здесь видишь не рассказывай об этом нигде не рассказывая про зрениях и прозорливости не должно этого делать потом будут говорить что я шарлатан а вот когда отойду мир иной вот тогда расскажешь когда я уйду и уже не буду носить на себе свою бренную плоть буду легким напомин и лишь только призовете сразу буду приходить на помощь тогда я буду и ближе к вам после его представления когда у меня возникает какая-нибудь серьезная проблема я всегда призываю его старче мой старче мой где ты теперь когда так мне нужен невероятно но в тот же самый момент я сразу чувствую его рядом и утешаюсь он был и остается для нас для всех величайшим даром как-то раз я сказал ему хочу чтобы мы как-нибудь поехали вместе в кавцоколивию не знаю не знаю а я хочу чтобы мы поехали вместе мы не поедем вместе почему же батюшка давайте поедем да ты поедешь один и найдешь меня там эти слова я понял только через несколько лет когда отправился один кавцоколивию и нашел его там нашел его на кладбище через семь месяцев после его успения я поклонился горячо любимому мною старцу в последний раз свидетельство марии пилате село святой иоанн епархия користи никакой пророк не принимается в своем отечестве я из родного села старца порфирия в 1933 году меня покрестил старец сразу после освещения храма святого димитрия в нашем селе ему тогда было 27 лет он жил тут недалеко совсем рядом в наших краях потом он ушел монастырь святого николая в афии в 1940 году он перебрался в афины и прослужил там целых 33 года храме святого герасима с тех пор он очень и очень редко навещал свое село мой дом находится по соседству с домом его сестры екатерины и когда он приезжал она звала меня брать благословения он приезжал за все время не больше четырех раз и это было всегда в ночное время ночью приезжал и ночью уезжал вместе с нами каждый раз он общался не более двух часов он никогда не ходил по деревне избегал контактировать с односельчанами и был всегда молчалив и немногословен директор начальной школы нашей деревни анастасий патас является собственником родительского дома старца только однажды он заглянул в свой родной дом вот такое у него было странничество и в евангелии говорит господь никакой пророк не принимается своем отечестве лука 4 24 свидетельство георгия доду служащего коммунальной службы города драма лечение загубленных почек в 1985 году я проходил лечение в больнице имени гиппократа в салониках поскольку последние 4 года я страдал от постепенного разрушения естественной работы почек у меня много лет была почечная недостаточность связи с чем возникало множество проблем во всем организме у меня образовались камни почках и повышенное содержание кальция после специальных лабораторных анализов крови и мочи и проведения выборочной биопсии врачи установили что уровень креатинина у меня превысил 7 и 20 тогда как нормальный уровень составляет 110 и почки у меня перестали функционировать хирургическое вмешательство было невозможно а литотрипсия могла послужить только временным решением поскольку камней было очень много а мой организм постоянно производил новые мне нужно было срочно делать гемодиализ очищение крови с помощью искусственной почки я был молод а опасность смерти подошла ко мне вплотную если бы вдруг случился со мной легочный отек то скончался бы в тот же миг психологическое состояние мое было ужасным чтобы что-то предпринять для своего спасения хотя бы на первое время я поехал в афины сделать литотрипсию в больницу поскольку у меня было большое мышечное истощение болели кости мучили головные боли и так далее меня сопровождала мать как только я добрался до афин мы решили посетить старца а потому что много слышали о нем когда приехали обнаружили очень много народа ожидавшего встречи с ним и расстроились однако через несколько минут вышла монахиня и позвала молодой человек с матерью которые только что подошли проходите сейчас старец ждет мы вошли в келью и приложились большой иконе божьей матери когда я подходил под благословение еще до того как успел что-то сказать он мне говорит ты приехал в афины чтобы сделать литотрипсию лазерными лучами вижу что обе твои почки пришли в негодность вместе тем он взглянул на мой живот и продолжал говорить не расстраивайся ты выздоровеешь выпивай по три стакана воды каждый час но полдень делай паузу после еды на четыре часа чтобы не раздражать желудок и выздоровеешь пей воду совершай пешие прогулки и будешь здоров в тот момент моя психология поднялась на вершину от счастья за минуту он поставил неточный диагноз и предложил такой совсем уж простой способ лечения но самое главное что ему удалось вселить в меня надежду на будущее уверить меня в том что я буду жить когда я снова посетил профессора нефрологии и рассказал ему про старца он разгневался и сказал да что за ерунда от такого количества воды с тобою почечное отравление случится он выразился и другими словами которые непристойно повторять но я принял твердое решение исполнить слова старца за послушание я пил воду и совершал пешие прогулки сколько хватало сил с первых же дней стала отступать желтизна на коже и постепенно ко мне стали возвращаться силы организму возвращалась прежняя равновесие все анализы пришли в норму главным образом конечно по молитвам старца мои загубленные почки совершенно исцелились и больше никогда у меня не возникало камней в почках когда же я сообщил врачам они не знали что мне ответить а в конце в полном изумлении сказали пей воду пей тебе помогает с потреблением большого количества жидкостей увеличивается объем мочевыделения что оказывает сдерживающее действие на концентрацию кальция и образование мочевой кислоты сегодня наука об этом ясно свидетельствует прием жидкости составляет важнейший фактор для предотвращения формирования камней почках старец смотрел далеко вперед вперед науки так что старец был еще и врачом телесным о своих дарованиях он сам говорил смиренно думаете это моя заслуга все что у меня есть все не мое божий дар свидетельство анны нас и из поселка астрас в кенурии это было демоническое действие в одно воскресенье осенью 1981 года нас пять женщин поехали умелести а одна из моих подруг с большим благоговением начала говорить о святости старца с которым мы намеревались в скором времени познакомиться одна из женщин которая сидела на заднем сидении машины смутилась настолько что попросила остановить машину и спешно ушла с ней произошло какое-то искушение когда мы доехали поскольку было очень много народа которые хотели увидеть старца он нас принял всех вместе вчетвером за один раз каждый по отдельности он сказал такие наставления которые оказались самыми подходящими именно то что каждый из нас в тот момент было необходимо лично мне он сказал ходить чаще в церковь действительно я редко ходила в церковь а когда ходила всегда опаздывала поскольку каждый день вынуждена была вставать ни свет ни заря а в воскресенье мне хотелось поспать подольше насладиться утренним сном пренебрегая основополагающей заповедью божией и духовной необходимостью церковной молитвы я стала исповедоваться у отца и ерофея николакиса духовного чада старца филофея зервакаса из обители и совершала каждый день по вечере а затем много земных поклонов спустя много месяцев мы снова поехали к старцу и когда он общался с нами обратился ко мне лично и сказал а я хоть и стар уже никогда не оставляю поклоны я так давно ощутила его дар поскольку последние дни прекратила делать поклоны старец нам говорил что вся природа непрестанно благодарит бога деревья цветы птицы все слова словит бога он всегда предлагал нам выезжать из афин на природу говорил что так мы будем чувствовать себя лучше природа освежает ум и избавляет душу от шума цементных городов и ежедневных стрессов я сохранила эти советы в своей душе и после его успения уехала на совсем из афин приехала поселок астрос где теперь занимаюсь постоянно сельскохозяйственными работами как-то раз в полдень я пришла к старцу вместе с строй и племянницы евгении которая была тогда примерно лет 11 мы нуждались его помощи поскольку столкнулись очень странным и необычным явлением евгений когда играла с другими детьми а иногда и просто когда гуляла по улице вдруг ее тело начинало приподниматься над землей воздух она кричала в такие моменты а кто-то из детей кто был повыше ростом обычно тянули и за ноги чтобы спустить вниз родители очень беспокоились потому что если бы дети не успевали за нее ухватиться то летела бы она в неизвестном направлении когда мы доехали до хижины старца там царила тишина и покой мы подумали что старец отдыхает и терпеливо ждали снаружи несколько часов потом мы пошли прогуляться до деревьев растущих рядом но скоро увидели старца выходящего из леса куда он ходил помолиться и увидел он приветствовал нас окликнул привет дорогим гостям чем обязаны такому визиту батюшка тут такое творится с племянницей тогда старец задал ей несколько вопросов что-то вроде сколько тебе лет если у тебя еще братья сестры чувствовала ли ты недомогание а потом говорит нам ну-ка отойдите немного назад в ту сторону потому что мне надо штаны заправить это продолжалось три раза и каждый раз мы отходили в сторону чтобы отвернуться и не смотреть на него не знаю что он там делал скорее всего воздевал руки к небу и молился богу потом он принялся ее осенять крестным знамением и положил ей руку на голову шепча молитвы а в конце сказал нам это было демоническое действие больше с ней такое не повторится но если что-то похожее заметите приводите ее снова ко мне евгения выросла вышла замуж родила пятерых детей но больше никогда уже бесы не смогли приобрести над ней такую власть чтобы поднимать воздух свидетельство господина христо ты умрешь родился я в одной маленькой деревне и жил там до 12 лет родители мои люди неграмотные переехали в афины где и закончил среднюю школу и техникум жил я как и все простые люди скромной и спокойной жизнью церковью у меня не было никаких контактов я признавал как и большинство народу что бог существует но не более того поскольку никогда не углублялся в духовную жизнь хотя я и жил рядом с храмом святого фомы практически никогда туда не заходил я не соблюдал посты не молился лишь иногда без исповеди в неведении приходил и причащался после того как я служил в армии начал работать но в скором времени со мной случилось одно очень большое семейное горе мне было тогда 23 года и стали ко мне приходить какие-то странные мысли а через некоторое время некий леденящий душу внутренний голос начал мне повторять ты умрешь ты умрешь ты умрешь это было не моя мысль но какой-то независимый от меня голос который мне не удавалось заглушить никаким образом такие симптомы начинались обычно полдень и мучили меня весь остаток дня к этим голосам добавился также звук скорбного колокола каждую минуту голос мне говорил слышишь как скорбно ударяет колокол ради тебя он ударяет ты умрешь мое смятение увеличивалось и я дошел до того что весь дрожал от ужаса как-то вечером около семи во время работы со мной случились столь сильные судороги что я потерял равновесие и упал на пол меня спешно отвезли в народную больницу и временно положили на одну из коек в коридоре я дрожал так сильно что кровать ходила ходуном и медперсонал был вынужден привязать меня ремнями кардиограмма не показала никаких отклонений и мне сделали укол и успокоительного мне диагностировали нервное потрясение и выписали лекарства для прекращения судорог и тахикардии после этого мою голову вселилась устойчивая и мучительная фобия которая изнуряла меня на протяжении нескольких лет со мной случится сердечный приступ я умру преждевременно я не выезжал в город потому что боялся что меня не успеют доставить больницу я продолжил принимать тяжелые препараты которые подавляли меня душевно и телесно но леденящий душу голос не переставал раздаваться в моей голове ты умрешь ты умрешь невропатологи старались меня убедить что все в порядке и нет ничего у меня что все это фантазии и прописали мне еще более сильные психотропные средства тем не менее голос продолжал звучать и только усилился повседневность моя изменилась худшему у меня не было даже настроение ходить в магазин на работу так что большую часть времени я оставлял на своем месте сотрудника помимо страшных ночных кошмаров мне стали являться видение днем я видел наяву отвратительного лысого черного человека с ножом в руках иногда ночью моей комнате иногда днем он подстерегал меня на углах улиц бросался на меня и угрожал убить иногда я видел себя в гробу с цветами стоящим в церкви вокруг которого толпилась много народа ожидавшего погребальной службы а голос мне говорил видишь сколько народа собралось смотри какой прекрасный солнечный день все эти люди пришли проститься с тобой пришло твое время ты умрешь ты умрешь из-за этой фобии я тщательно избегал случая даже приближаться к церкви все это я пережил не думайте что это были фантазии или иллюзии это были ужасающие видения из-за них я все время дрожал от страха и никто из людей мне не верил никто не мог мне помочь все вокруг говорили пропал человек сошел с ума как жаль как жаль даже во сне мне не удавалось успокоиться поскольку я чувствовал как какая-то тяжесть давила мне на грудь из-за судорах я постоянно вскакивал с кровати а все тело мое болело или его охватывал ужасный зуд у меня все болело каждый нерв каждый сустав у меня начиналась тахикардия а когда мне мерили пульс он достигал 150 как только меня привозили в больницу пульс падал до 80 но возвращаясь домой он снова поднимался до 150 в один из дней когда мне было чуть лучше я оказался на площади чтобы купить одну книгу а продавец книжном магазине с большой надменностью и самоуверенностью сказал мне давай-ка ко мне в кабинет ты болен тебя сглазили только я могу тебя исцелить откуда ты знаешь какая у меня проблема я буду лечить тебя методом гипноза я передам тебе прану всемирную силу я ученик великого целителя медиума писану мне нужно время чтобы подумать я не знал тогда что предо мной стоял предводитель пара психологов греции известный мах высокой степени посвящения адепт мистической экстрасенсорики и гипнотизма я посоветовался со своим братом живущим за городом который по причине неведения не отговорил меня так что я решился на это и пошел к экстрасенсу это стало самой большой ошибкой в моей жизни я пришел его целительскую и он посадил меня на большой стул чтобы я смотрел вверх на странный плафон откуда светила слепительный красный свет а внутри него можно было различить изображение похожего на козла демона по имени бафомет он подошел ко мне и начал раскачивать предо мной какие-то старые часы на цепочке стараясь меня загипнотизировать постепенно я упал в глубокий сон и очутился на бесконечном зеленом лугу который освещала ярко-красное солнце я услышал голос мага это не просто солнце а источник жизни через него передается прана которая тебя исцелит дыши глубоко вдыхай прану всемирную силу само собой что я не вдыхал никакую всемирную силу но убирал себя еще больше демонов которые входили в меня пачками легионы вошли в меня но я этого тогда еще не осознавал это мистическое солнце причинила мне сильное жжение в голове которое оставалось у меня много дней следующее посещение он продавал мне книги о восточных религиях силогизмах медитации белой якобы магии телепатии о третьем глазе и так далее он дал мне колоду карт таро и попытался сделать меня адептом магии и телепатии чтобы наладить между собой контакт помимо ужасного зла которое он причинил моей душе я еще ему и уплатил в три дорого так что он извел все мои средства и оставил меня без полушки отчаявшись при отсутствии опыта я закрыл свой магазин и в один из поздних вечеров ко мне пришел добрый помысел который сподвиг меня наконец посетить храм святого фомы и попросить помощи у тамошнего священника когда тот стал читать надо мной молитву как только произнес благословен бог сразу словно тяжкий груз сошел с меня и я испытал подлинное облегчение видно что какая-то часть демона у меня тогда покинула священник тот посоветовал мне ходить почаще на церковные службы но я к сожалению поступил ровно наоборот демонический голос подстрекал меня снова пойти к экстрасенсу а когда я к нему пошел то стало мне еще хуже так что чувствовал себя орваной тряпкой я остался без гроша в кармане и похож был на пожелтевший скелет так что весил 45 50 килограмм и передвигался с большим трудом словно живой мертвец я принимал по 13 таблеток успокоительного в день читал сатанинские книги а голос внутри меня только усиливался ты умрешь ты умрешь я дошел тогда до предела жизнь моя стала реальным кошмаром я уехал из афин и поселился рядом с братом в одном маленьком городке северной греции в надежде что там не станет лучше отыскивая скрижаль спасения меня сводили еще к одной колдуньи которая требовала от меня чтобы я помылся в море 40 волнами глубоко отчаявшись я совершил ко всему прочему и эту глупость по ее указке я старался поймать ведром в море 40 волн но все время терял счет и от этого состояния мое только ухудшилось я находился тогда или без чувств или весь день в жутком бреду у меня все тело болело и я уже начинал думать о самоубийстве как единственном избавлении от этого жуткого мучения тогда мои родственники отвели меня к еще одной очень знаменитой колдуньи которая мне открыла что я пал жертвой магических заговоров одной женщины хотевший меня заполучить которую я отверг тогда я поверил этой колдуне поскольку действительно была такая женщина которая усиленно пыталась со мной флиртовать а я ее избегал это колдунья каждый вечер поднималась на гору призывала там демонов и совершала много чего еще мерзкого и ужасного о чем даже не пристойно писать она дала мне какой-то талисман обмотанный серебряной нитью и хотя в то время я постоянно чувствовал себя овощем с того момента внезапно озверел и взял кувалду стал крушить все что находил пред собой все удивлялись где только находил на это силы в перерывах когда я немного успокаивался начинал звать и умолять о помощи тогда мой брат совершенно отчаявшись повел меня к отцу николаю как только он начал мечтать молитвы я зверел и принялся бить самого себя ломал стулья выкрикивал богохульство и все время кричал ты меня жжешь ты меня жжешь прекрати старик сил больше нет я упал навзечь изрыгая пену изо рта и трепыхался словно рыба выброшена из воды у меня было желание убить батюшку и словно обезумевший бросался на него но какая-то невидимая палка била меня по рукам так что я испытывал ужасную боль вот тогда я впервые осознал что это было без снования в конце батюшка потребовал чтобы я сжег все свои сатанинские книги поисповедовался и причастился когда я решился поисповедоваться то услышал внутри себя демона говорящего голосом первого мага гипнотизера которому я обращался умолявшего меня не делай этого прошу тебя не делай этого жжет меня жжет не губи меня христо пока я шел в церковь леденящий душу голос снова начала раздаваться но уже прямо у меня в ушах христо не делай этого прошу тебя ты меня жжешь ты меня жжешь я дам тебе богатство женщин все все что ты захочешь только не делай этого возвращайся домой приходи в мой кабинет теперь я слышал уже голос гипнотизера торговца книгами рядом с собой несмотря на то что нас разделяла расстояние в 500 километров но на этот раз я не испугался и продолжил свой путь тогда явились предо мной наяву гипнотизер вместе с множеством жутких демонов а их злобный предводитель указал на меня пальцем говоря убейте его убейте его они бросились на меня и били дубинками кулаками и сапогами выкрикивая ты наш зачем ты идешь к священнику ты жжешь нас жжешь нас я сильно пострадал был избит но все равно продолжил идти поисповедовался и в скором времени причастился с того момента начался мой неимоверно трудный путь моя борьба за возвращение ко христу спустя какое-то время я поехал в афонский монастырь дахиар где отцы меня приняли с любовью и своей молитвой помогли встать на ноги я стоял в пределе святого ануфрия и дрожал сходил я и в панагуду где рассказал о своей проблеме святому старцу поисию он мне сказал большая беда у тебя в тебе демон не отдаляйся от церкви постоянно молись и исповедуйся он отвел меня в свою маленькую церквушку и перекрестил мощами преподобного арсения мою шею побывал я также у святого старца иакова целикиса он сразу понял что во мне без мы разговаривали около двух часов он давал мне советы и читал надо мной молитвы также сходил я к отцу и умению после того как я взял у него благословение говорю ему старчи я боюсь боишься ты у кого все святые рядом тогда я не понял его слов но через несколько лет я осознал что он был прав как только я ступил на землю порту меня хватило истерика и я начал злословить святого герасима который находился на расстоянии 40 километров от нас и кричал горящая головешка ты жжешь меня истукан пень кефалоникийский ты жжешь меня не могу терпеть не водите меня к этой головешке я погиб брат верни меня назад не могу терпеть его я бился головой сидя в машине почти до потери сознания в конце концов с большим трудом меня отвели в монастырь внезапно во мне появилось столько силы что десять человек не могли меня удержать игумене леонида позвала владыку спиридона и он читал надо мной разные молитвы в алтаре он сказал мне остаться в монастыре еще на пятнадцать дней держать строгий пост и часто причащаться каждый день мы пели молебный канон святому герасиму последний день когда я лежал в келье уставший и изможденный предо мной явился наяву сам сатана самый скверный и отвратительный злой дух князь тьмы и всякого зла невозможно вообразить насколько жутким был его вид у него была морда грязного рогатого козла от него шло такое сильное зловоние что у меня дыхание сперла хуже чем от самой гнилой падали он схватил меня за горло и принялся душить я успел только выговорить что я приехал к святому герасиму он тот час исчез как только услышал имя святого так что я даже не успел договорить слово умереть окончание своей реплики какую же великую силу имеют наши святые уезжая из монастыря я почувствовал себя намного лучше но бесы продолжали время от времени мне угрожать и избивать меня свозили в монастырь святого ефрема во время божественной литургии я был спокоен в конце из северных врат вышла игумене макария и каждого из присутствовавших на службе подходивших к ней друг за другом осеняла крестом с мощами святого ефрема когда подошла моя очередь я почувствовал как какая-то сила словно нагнетающая волна толкает меня назад шесть человек безуспешно пытались мне помочь подталкивая вперед чтобы я смог подойти к святыне тогда старица сама спустилась салии и подошла ко мне ей удалось с большим трудом перекрестить меня а затем позвали священника подвели меня к ковчегу с мощами святого ефрема и отслужили молебен храме тогда было около ста пятидесяти паломников а я начал бить сам себя хрюкать лаять и блеять как коза затем я вдруг увидел свет осветивший ковчег с мощами и как святой встал полный рост из ковчега сияя как солнце невозможно было мне выдержать это божественное явление и я начал выть не приближайся ты меня ослепляешь испепеляешь ты меня жжешь я тот демон который сделал из твоих внутренностей шашлык народ вокруг испугался многие плакали на много дней это сияние мощей святого меня практически ослепила полностью и всякий раз когда я пытался открыть глаза мне казалось словно я смотрю прямо на палящее солнце я вернулся к себе в город изможденный а угрожающие голоса с меньшей интенсивностью но все равно продолжали раздаваться внутри меня в скором времени меня повезли в монастырь пресвятой богородицы в малеве и там когда разговаривал с духовником обители отцом василием я услышал как он призывает на помощь какого-то старца порфирия в конце он мне посоветовал сходи к отцу порфирию мелеси если приложишься к его руке даже этого может быть достаточно чтобы исцелиться столько священников читали надо мной молитвы и никто не смог меня исцелить неужели сможет это сделать порфирий хватит с меня так примерно я подумал я уехал из малеве сильно разочарованным я был и в других монастырях греции и очень устал телесно и душевно поскольку прошло уже целых пять лет продолжение которых я переживал это нескончаемое мучение без и сильно обозлились и страшно досаждали мне поскольку я принял решение обратиться ко христу каждый день полночь домой начинал ходить ходуном и мои родные приходили в ужас затем раздавался скрип как будто открывается старая джавая дверь и они устремлялись на меня хватали за руки чтобы я не мог перекреститься потом они блокировали мой ум мутили мысли и все тело мое одолевал паралич единственным что наблюдали мои родные было мое парализованное тело которое вздрагивало и ходило из стороны в сторону от демонических ударов я был в полном сознании но не мог никак сопротивляться я был предоставлен им на растерзание имея в себе такую брань я обошел всех духовников своего города но никто мне не верил тогда я выбрал себе духовником игумена одного из монастырей расположенных 40 километрах от города почти каждый раз когда я шел туда меня поджидали демоны в одном и том же месте на дороге при встрече с ними мое тело моментально охватывал паралич и они били меня дубинками оставляя без чувств много часов лежать на пустынной дороге как я добирался до монастыря сам не знаю проезжали монахи грузили меня в кузов машины и отвозили к духовнику не представляю как я выдержал думаю что бог меня хранил потому что не может человеческое тело выдержать таких злостраданий душа моя отныне успокаивалась только рядом с духовником и мне хотелось видеться с ним как можно чаще я пытался даже на велосипеде добираться до монастыря если не находил его на месте то шел к другому духовнику обычно мне даже нечего было сказать ничего нового достаточно было склонить голову под епитрахиль таинство исповеди в тот же миг получала облегчение душа моя я чувствовал избавление от бремени и на много дней прекращались бесовские нападения мир не способен оценить какую великую силу источает исповедь у духовника когда я обращался за исповедью не к своему духовнику то облегчение было меньшим в тот период я спасался только святой исповедью в канун великих христианских праздников я чувствовал как демоны зверели с большей силой и причиняли моей душе большее смятение в то время лишь завидев одетого в рясу я сразу бежал вслед ходил я к разному священникам чтобы они читали надо мной запретительные молитвы экзорцизмы но после этого демоны меня только еще больше угнетали так что мне становилось хуже тогда я не мог этого объяснить но последствии мне все объяснил старец порфирий о чем вам сейчас и расскажу у старца в то время исполнилось уже семь лет с момента когда меня начали угнетать демоны а данный мне духовником умолевить совет посетить старца порфирия я напрочь забыл как-то раз я увидел пред собой старческие руки и голос который звал меня почему не приходишь ко мне я жду тебя про себя я подумал должно быть это порфирий я не обратил внимание на это видение но вскоре она стала повторяться вновь до тех пор пока я не принял решение поехать в афины чтобы встретиться с этим отцом порфирием пока меня везли в афины на по шоссе двери автомобиля открывались сами собой мы закрывали их они все равно открывались лукавый не хотел чтобы состоялась эта поездка как только мы выехали на дорогу к мелесте мне стало плохо поскольку у меня был учащенный пульс и боль в сердце мы вернулись еще больницу тогда я разразился гомерическим хохотом демоническим смехом так что все мои спутники поняли что это все были уловки дьявола и решили не смотря ни на что ехать мелесси я открыл окно машины и громко кричал когда мы ехали по улице на помощь меня похитили помогите люди добрые меня вынуждены были связать ремнями автомобиля и заткнуть рот когда мы подъезжали к монастырю я начал брыкаться как дикий зверь и меня вынуждены были нести на руках келью к старцу как только меня занесли внутрь я увидел ослепительное сияние над стоявший там кроватью и потерял сознание я не смог увидеть старца который лежал на кровати я увидел только яркий свет словно там было солнце тогда старец поднялся и спросил у сестры февронии что это за шум принесли одного человека в ужасном состоянии он не может к вам приблизиться когда я начал немного приходить в себя то был уже другим словно некое чудо произошло во мне а старец спросил как тебя зовут его зовут христо ответил мой брат видишь что может случиться с человеком когда он удаляется от церкви зачем ты заходил зачем ты заходил в те двери неужели не знаю что через эти двери бесы входят толпами а изгнать их потом бывает так тяжело насколько тяжело копать колодец иголкой зачем принимаешь столько лекарств выброси твоя проблема не патологическая она происходит от магии это тебя угнетает с детских лет и не имеет никакой связи с той девушкой про которую ты думаешь под воздействием магии ты находишься с детских лет с младенческих ну-ка подойди ко мне старец сел на кровать и взял и петрахиль накрыл им мою голову и прочитал какую-то молитву в заключении он сказал вот мой телефон я жду твоего звонка приходи сюда два раза в месяц я буду читать над тобой молитву и осенять крестным знамением и ты обязательно исцелишься это я тебе обещаю он достал из под подушки четки натянул их крестообразно сначала вертикально а потом горизонтально подобно тому как мы крестимся и дал мне их вместе с иконкой богородицы достойно есть на прощание он отвесил мне еще легкую оплеуху по щеке самая чудесная пощечина которую я когда-либо получал а тот голос который меня пред этим звал почему не приходишь ко мне был в точности голосом старца я думаю что это произошло потому что духовник монастыря в молебе все время просил своих молитвах чтобы мне помог старец и в конце концов он меня позвал к себе таким способом уходил я от него окрыленный очевидно ему было известно все мое прошлое это встреча со старцем стала началом конца для бесов которые обитали во мне после этого я совершил один грех и мне стыдно было рассказать старцу так что решил ему не звонить внезапно он позвонил мне сам и застал меня врасплох почему же ты мне не позвонил я ждал твоего звонка мы поговорили я недоумевал как он меня нашел не зная ни моей фамилии не место где живу последствии когда прошло уже более двух месяцев я позвонил ему и сказал старче у меня беда на душе очень скверно ты просил меня приехать милейсе но я не могу ничего страшного я сам приеду туда где ты находишься и прочитаю над тобой молитву пойди сейчас другую комнату и встань на колени предыконами рядом с лампадкой которая там у тебя горит я пошел и преклонил колено и голову склонил вниз через несколько мгновений я явственно ощутил как меня накрыл кто-то невидимый я петрахилью я услышал как он шепотом читает надо мной молитву и сразу мне полегчало я поднялся с ощущением невыразимой легкости но старца уже не было рядом он внезапно показался и также незаметно исчез хотя нас разделяло 500 километров но по благодати божией для него не существовало расстояний таким вот великим святым человеком был старец хотя он и говорил мне что я подвергся действию магии с младенческого возраста но все равно не поверил в это внутреннее был совершенно убежден что на меня навела злые чары то девушка старец видел этот мой помысл и следующую нашу встречу еще более строго повторил мне послушай что я тебе говорю выкинь из головы ту девушку злые чары наводили на тебя с младенчества эта девушка вообще никакого отношения к этому не имеет верь мне впоследствии я точно узнал что меня подвергала оккультным воздействием одна близкая родственница когда я был совсем маленьким это несчастная родственница сильно спуталась с разными магами и к сожалению конец жизни ее был ужасен во время таких посещений старца он прежде всего читал надо мной разные молитвы осенял меня крестным знамением а потом как любящий отец выслушивал меня и духовно направлял различными наставлениями помню как он говорил мне советы старца будь внимателен дитя мое с этого времени для тебя существует только праведный путь если вдруг уклонишься то прежнее зло возвратиться не думая магах забудь о них как будто их не существует пусть делают что хотят когда находишься в темном помещении ты же не бьешь тьму чтобы она ушла открываешь окно и приходит свет открой окно и свет христа и сгонит демоническую тьму магии свой пристальный взгляд обрати ко христу старайся заниматься побольше сельскохозяйственными работами на своем участке в деревне обрабатывая землю и будь побольше на природе чтобы умиротворялась душа твоя почему спрашивается вы забросили свои деревенские участки как можно больше работой не бездельничай чтобы лукавый не мог найти время опутывать тебя помыслами работай много работай до тех пор пока не почувствуешь большую усталость пока не сможешь уже стоять на ногах зачем ходишь в дом к тому священнику который читает над тобой экзорцизмы а потом обуреваешься напрасно не ходи никому не к нему не к другим которые занимаются практикой экзорцизма потому что в тот момент когда читается запретительная молитва без выходит по благодати священства но потом снова возвращается и с удвоенной яростью начинает мучить поскольку жаждет мести проси всегда священников молиться за тебя по воскресеньям пусть молятся во время божественной литургии при святым престолом поскольку в тот момент небо отверста тогда спускается благодать словно роса и покрывает божественным покровом не ешь свиное мясо свиньи нечистые животные и нравятся демонам предпочитай мясо небольших животных таких как барашки или козы которые являются чистыми животными будь внимателен поскольку твоя болезнь несовместима с расстройствами когда расстраиваешься тогда начинаются проблемы и действительно когда я начинал роптать или расстраиваться обо всем мне становилось намного хуже но когда я к примеру расстраивался о смерти кого-то из знакомых никаких демонических нападений замечено не было когда случаются нападения врага читай псалтирь если сам не можешь пусть почитает тебе брат или еще кто-нибудь знай чтоб салтирь самая сильная молитва против демонов и действительно псалмы пророка давида сильнейшее оружие против злых духов этому я свидетель если терял сознание и кто-то читал надо мной псалтирь сразу приходил в себя также старец мне однажды сказал смотри не ходи никогда один пустынные места запрещается тебе ходить одному безлюдные места позаботься чтобы всегда кто-нибудь сопровождал тебя я рассказал одному рассудительному старцу об этом совете и он подтвердил мне что пустынные места населяет много бесов и если они застанут меня полном одиночестве то есть всей ненависти которую ко мне питают поскольку я вышел из их сетей будут пытаться меня убить до сегодня если я за рулем на машине еду один в очень пустынное место то обязательно теряю сознание будь внимателен в городе где ты живешь много магов того злодейства что происходит в этом городе нигде больше в греции нет даже в афинах с многомиллионным населением тогда я осознал почему мои родственники водили меня от колдуна колдуну потому что в нашем городе было чуть ли не в каждом доме по колдуну